Более подробную ситуацию на фронте поговорим с Сергеем Цеховским, это офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ именно Якова Ганзюка. Здравствуйте, мы рады вам в эфире Freedom. Здравствуйте. Приветствую. Слава Украине. Героям слава. Сергей, ну что ж, о ситуации на фронте. Сейчас наблюдаем следующее. И Генштаб Вооруженных сил Украины это подтверждает, что на некоторых направлениях, а именно в некоторых населенных пунктах есть продвижение российских оккупантов. Но Генштаб подчеркивает, это дается российским оккупантам огромнейшими потерями. Вот как следует из последней утренней сводки, 336 российских оккупантов только на одном маленьком направлении было ликвидировано за минувшие сутки. Какой информацией владеете вы непосредственно за ваше ответственное направление? Значит, по состоянию на утро только за текущие сутки уже ликвидировано подразделение нашей бригады 50 оккупантов. За минувшие сутки 101 оккупант ликвидированный. Вот, и это говорит, ну, интенсивности наступательных действий со стороны противника. Вот, минувшие сутки это было зафиксировано 17 штурмов. Вот, на сейчас, по состоянию на 6 утра, утро 3 наступательных штурмовых действия. Вот. При этом я уже назвал цифры, 50 оккупантов уже ликвидированы. Вот, и это, скажем, из числа на Покровском направлении за минувшие сутки 41 действие было наступательного характера. Где враг намеревался прорвать оборону. Не будем говорить, какие там успехи у него есть, нету, но такая цена за любые действия, ну, я не знаю, как ее можно охарактеризовать, кроме как безумие ихнего лидера, так званого фюрера Путина. Я его ровняю уже, наверное, не ровняю, а давно пора уже его приравнять к преступлениям Гитлера, чтобы они были на одной, скажем, скамье подсудимых хотя бы заочно. Сергей, также, опять же, если можно это озвучивать в прямом эфире, есть ли у вас информация касательно российских военнопленных? Можно ли ее озвучивать там в количестве за последнее время? Ну, в любом случае, когда начинаются активные действия, значит, по-любому без этого не обойтись. Это есть. И, скажем так, это те, кому в плен попадают к нам, только те, кому повезет. Вот кто повезло, значит, он будет жить, он будет в нормальных условиях, поэтому русские, российские солдаты и офицеры, сдавайтесь в плен. Вот это я хочу сказать. Вся остальная информация, ну, она должна озвучиваться позже и для того же, опять же, чтобы враг не знал, о чем знаем мы. Вот чем больше мы знаем, тем лучше для нас и хуже для врага. И к чему я это спросил, Сергей, в силу того, что военнопленные, постоянно пополняется такой себе обменный фонд, да, чтобы освободить украинских ребят из российского плена. Вот общаясь с российскими военнопленными, фиксируете ли вы такое, что у них присутствует демотивация в целом идти на эту войну против Украины? Не только с пленными, это даже мы слышим из перехватов, которые у нас, ну, скажем, на линии фронта это возможно, да, и вот там действительно вот эта пропагандистская машина, которую Путин запустил, именно запугивание, во-первых, безысходность людей, особенно последний период, там уже на протяжении, наверное, полгода, они искусственно где-то создают какие-то уголовные дела, ставят людей перед выбором, или ты идешь в тюрьму, или ты идешь на войну. А люди эти не хотят воевать, но боясь тех условий, в которых они могут оказаться в тюремных условиях, значит, они выбирают идти на войну и погибать. Опять же, непонятно за что. Как это можно сегодня, в 21 веке, где я, я не понимаю, где их не матеря, где их не жены, там, которые выйти и сказать, что по этой войне. Поверните оружие против своей же власти, вам же будет легче, мы вам поможем. 732 тысячи больше, 732 тысячи на сегодняшний день ликвидированных, это убитых и раненых российских солдат и офицеров. 732 тысячи. Мы доходим до миллиона уже. Огромаднейшая цифра. Что нужно вам, чтобы понять смысл? Ну, вдумайтесь. Есть, понятно, что есть заангаживанные, но там же много умных, образованных, грамотных людей. Они же это понимают. Они же понимают, что происходит. Боятся, запугали. Значит, ну, надо же когда-то остановиться. И, кстати, Сергей, вот к чему, опять же, я это уточнил. Мы работаем в силу своей профессии, работаем с российской пропагандой. И там, как под копирку, все говорят, что это невероятная гордость, идти воевать. Они это называют священной войной. Говорят, что просто военкоматы в Российской Федерации забиты. Ну вот, благодарим вас за то, что вы являетесь первоисточником данной информации. Говорите, что, исходя из перехватов, это все не соответствует действительности. Вот это идеальный пример того, как врет российская пропаганда, даже по отношению к своим российским военным. Я хочу обратить внимание, коротко, да, зрителей и русских россиян, которые нас слышат. Ведь многие из них имеют здесь родственников. Многие, а если не большинство, но многие, приезжали постоянно в Украину на отдыхи, на какие-то мероприятия на море, просто в Одессу, в Крым и так далее. Разве вам было здесь плохо? Разве вас здесь кто-то ущемлял в чем-то? Вы, наоборот, получали огромное удовольствие, как говорится, наслаждаясь демократическим, свободным жизнью в Украине. Это же правда. Но почему вы закрываете на это глаза? Никто никого не убивал, не прищемлял. Вот, и за язык русский. Вот, у нас полстраны разговаривает на русском языке. Это же правда. А те россияне, граждане России, которые родились в Украине, которые выросли в Украине, которые выучились, у которых здесь остались родители, вы о чем думаете? Но история, она же повторяется. Все те нарративы, которые говорила нацистская Германия, сейчас повторяет вот эта пропаганда Путина. Один в один. Там даже не надо, там просто перевести на язык немецкий, и будет все то же самое. Вот о чем нужно думать. Или они не успевают подумать, поскольку сразу оказываются в числе двухсотых. Ну, мы видим, как сейчас активно действительно российские войска наступают. И вот Институт изучения войны пишет, что Россия нарастила темпы продвижения и не оставляет намерения захватить всю Донецкую область, невзирая на колоссальные потери. Аналитики указывают на то, что продвижение российских войск на Юго-Востоке в значительной степени является результатом выявления тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта. И в том числе, как вы считаете, это связано с тем, что некий дедлайн, условно говоря, поставил Путин до инаугурации Трампа. Условно говоря, я не знаю, какие там причины, именно до января 2020-го надо успеть что-то еще захватить. Где самые сложные участки, по вашему мнению, и действительно ли это связано с какими-то сроками? Что вы скажете об этом активном боли наступления или нет? Или оно такое же, просто больше потерь у России? Я скажу так, что аналитики говорят о том, что да, это все привязывают к инаугурации президента Соединенных Штатов. Вот мы же, и я неоднократно об этом говорил, и командование об этом заявляло генерального штаба о том, что враг Путин дал команду, и основная цель его, так званая СВО, это административная граница Донецка и Луганской области. Все остальное, это торги, это, ну, как бы для него лишний баланс. И можно оправдаться и чем-то остановиться на чем-то. Экономика рушится, это тоже нужно понимать. Поэтому, значит, вот это у них есть. И все, если в совокупности посчитать, и инаугурация, и то, что экономика по швам трещит, все это дает основания, предполагаю, что они торопятся. Это видно по тем направлениям, в том числе ударам, которые сегодня практически активизировались по всему российско-украинскому фронту. Но хочу заверить и зрителей, и в том числе успокоить буйные головы россиян. Командование вооруженных сил Украины, это, говорю, непосредственно сейчас пропокровские направления, где наша бригада, мы видим и видели все передвижения и намерения врага, и поэтому к этому готовились. Поэтому нужные места укреплялись и укрепляются личным составом, проводятся формируционные работы, минирование и многое другое. Поэтому просто так, как на параде, как на штурмах, у них этого не будет в любом случае. А любой даже отход, я повторюсь, любой отход наших подразделений, это связано лишь только с одним. Сберечь личный состав, землю мы отвоюем. То, что они наступают и уничтожают, мы это все потом отстроим. Но победа в любом случае будет за нами. Это четко надо понимать. Победа там, где правда. Сергей, огромное спасибо вам за то, что нашли время присоединиться. Всегда очень ценим интервью с вами, как первоисточник, как защитник Украины. Сергей Цехотский, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Ганзюка, был с нами на прямой связи. Фридом теперь в WhatsApp. Узнавайте всю правду о войне России против Украины и самые оперативные новости первыми в нашем канале. Фридом только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok